Всем привет! Меня зовут Цедрик. Я актёр, сценарист, режиссёр и YouTube-реактор. Давайте посмотрим на Димаша «Война и мир 2021». Я не знаю эту песню. Мне её порекомендовали. Возможно, это другая версия оригинальной песни, но мне просто не с чем её сравнивать. Но это же всё-таки Димаш, поэтому это обещает быть чем-то образцовым. Но я так думаю. Давайте приступим. Классное оформление пола. Как будто бы он плывёт. Прекрасно. Он реально это сам написал. Эту музыку. Круто. Красивый плавный скачок. Ищут Promejo. Ищут Коваль которых захотит какой мысл Пуходясь в ovars Ищут победа Если пришло, значит, То есть давно этоitti Итак, здесь была целая куча потрясающих моментов. Во-первых, хочу еще раз напомнить, что он автор музыки. Вроде бы я правильно прочитал. Сейчас я быстренько перепроверю титры. Да, он автор музыки. И очевидно, что это его осознанный выбор — сделать музыку очень интенсивной, очень активной. Из-за этого я ожидал, что он начнет примерно как в песне «Олимпика». Но, несмотря на эту интенсивность, он начал своим верхним регистром. Это было ближе к головному голосу, очень легко и управляемо, немного с придыханием, что сразу же создает такое противопоставление между силой и миром. Посмотрите на его одежду. Черное и белое. Позади него все красного цвета. А это цвет зла и насилия, крови и гнева. И это все будто над водой. А она, как мы знаем, ассоциируется с синим цветом. В общем, это огромное противопоставление настроений, цветов, черное и белое, интенсивная музыка и легкий вокал. И только потом в припеве он немного повышает громкость. Но даже так. Он будто находится посреди всего этого напряжения, между этими понятиями. Когда ты поешь песню под названием «Война и мир», я к тому, что сейчас происходит в мире. Это такой творческий подход, чтобы подобраться к этой теме, о которой нелегко говорить каким-либо образом, потому что эти понятия, они противоположны друг другу. И не всегда понятно, какие в конце концов правила в этой игре. Там есть такие слова. Кто первый, кому поверил? И это скорее мольба. Ведь мы все думаем, что мир стал бы чудеснее, если бы не было войн. Но разве такое вообще возможно? В этом-то и вопрос. Это такая песня. Песня-фантазия, которая может жить только внутри нашего воображения. И если это что-то такое несбыточное... Опять же, я говорю о первом куплете, где, как мне кажется, он просит о том, что если такой мир возможен, и даже если это несбыточно, то это все равно стоит того, чтобы стремиться. Даже если мы никогда этого не достигнем, нам стоит бороться за это. И использование этого красного цвета, который сливается вместе с ним, и будто впитывается в черную ткань его жилетки. Здесь столько образов. Еще ранее, там был вид сверху, как будто он плывет в этой... этой крови. Это все очень красиво снято. Как медленно оттягивается камера, и он становится все меньше и меньше, по мере того, как мы отдаляемся все дальше. Это просто потрясающие образы, вкупе с невероятным голосом и замечательной аранжировкой, которая напрягает нас с самых первых нот, ввергает в беспокойство и рождает настоящую потребность в понимании того, о чем он поет. И само представление достаточно минималистичное. Это сделано для того, чтобы нам было легче понять смысл. Красота! И опять же, нам нужно поговорить о самой музыке. Я хочу сказать, что в киноиндустрии есть одна вещь, которую я не могу делать. И я сомневаюсь, что у меня это когда-нибудь получится. Но я очень сильно хотел бы уметь это делать. Это сочинение музыки. Я люблю фильмы. Люблю вот такую музыку. Но я не умею писать музыку. Я пою. Играю на пианино. Хоть и довольно паршиво, но играю. Но чтобы написать, вот вообще никак. А ведь это открывает для тебя целый новый мир. Это заводная скрипка. Хотя это звучало больше как виолончель. А может быть там целый набор из струнных инструментов. А потом вступает он с этой долгоиграющей высокой нотой, начатой с отдаленным от себя микрофоном. И пододвигая микрофон ближе, он продолжает держать эту ноту. Он будто постоянно приближает нас к этому моменту. А потом берет и отступает назад. А потом опять нарастает. Он словно не перестает задавать нам этот вопрос. Кто стремится к умиротворению? Хватит ли у нас смелости задать этот вопрос? Пока позади него вовсю плещется кровь. И он стоит на полу, который выглядит как река крови. Как багровая река, которая течет под ним. Как море крови. Кто может прекратить это? И открыть ворота в этот новый мир без войн. Ведь это в наших руках. И я совершенно очарован его творческим подходом. И вообще его всесторонностью. Он написал музыку. Я также думаю, он приложил руку к тому, как это все будет снято. Как это все будет смонтажено. Например, это кровь, которая появляется на переднем плане. Я думаю, он принимал участие во всем. И приложил много усилий для этого. Это очень хорошо выполненная презентация темы песни. Классный переход. Голландский угол. Извините, но мне нужно поговорить о некоторых вещах. Он так легко и непринужденно вытворяет своим голосом вот эти вещи. Если бы я увидел, как кто-то другой делает то же самое, я бы сказал, «Йокерный гайдай». А когда это делает он, я такой, «Ну это ж Димаш». Я не хочу, чтобы мы недооценивали его поразительность, просто потому, что мы привыкли к этому. Например, такую можно сказать про Месси в «Большом футболе». Или о Леброне Джеймсе. Когда вы смотрите на них, вы судите их по другим стандартам. У вас завышенные ожидания к ним. Верно? И у нас тут то же самое. Ведь каждая новая песня Димаша не обязательно должна быть как фейерверк, начиненный взрывным вокалом. Я не хочу, чтобы мы разочаровывались в нем, если он выпустит более спокойную песню. Просто он установил настолько высокую планку, как исполнитель, что я думаю, иногда мы забываем, что он тоже человек. Если бы это была его первая песня, которую я слышу, я бы навряд ли был способен уследить за происходящим, потому что у него такой превосходный вокал. Просто хочу воспользоваться этим моментом и признать, что его голос — это безумие. Также посмотрите на его телодвижения. В начале они были ограничены, а сейчас он держит вот так микрофон и, выгибая спину, создает образы. Позади него написано слово «мир» на разных языках. Я полагаю, что это перевод на разные языки. И мы видим, как эти надписи то поднимаются, то опускаются на этом черно-белом фоне. И в момент припева брыжет кровь и закрывает эти слова. И это очень сильно в визуальном плане. Также кровь разлетается по всему экрану, на котором его изображение находится поверх самого себя. И он не стесняется использовать эти образы. Кто-то может сказать, что это тупо, а я так не думаю. Я думаю, что война — это тупо. Я думаю, насилие, смерть и боль — вот что действительно тупо. И использую это все. Он говорит нам прямо в лицо. Бам! Как оно есть! Вот как я это вижу. Война — это сплошная лужа крови. И это способ по-настоящему противостоять реалиям мира. В конце концов, слезы превращаются в камни. И для тех, кто гонится за войной, и для тех, кто хочет мира, кто хочет преодолеть непонимание, из-за которых и происходит война. Ведь если бы мы понимали друг друга, войны бы не было. Это просто. Это великолепно. Это смело. Это решительно. И это грандиозно. Я думаю, это правильное направление. И музыка просто отличная. Она такая напористая и пробивная. Агрессивная и умоляющая. Здесь столько всего. Славный гласный звук. Классно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok У нас остались последние 30 секунд, и я сделал паузу, чтобы сказать про некоторые моменты. Это что-то типа плаща. Это не жилетка. Я тогда плохо разглядел. Во-вторых, какое представление он нам тут устроил. Кто-то скажет, что он переигрывает, а я думаю нет, потому что в его глазах можно увидеть вот эту боль. Я думаю, что это даже не представление, а это его реальные чувства. История нашего мира настолько наполнена гневом и печалью, и болью, что это тяжелое бремя тащит его вниз. Казахстан находится в части мира, в таком регионе, где происходило много всякого. В последние десятилетия и века, как и в других странах, в этой песне есть дух. Блин, забыл, как же называется. Это не Харагамай. Как же эта песня называется? Этот клип был снят в Казахстане. Там еще пианино было в огне. Память у меня девичья. Это мой самый любимый клип Димаша. А может, она называется Харагамай. Я оставлю название этой песни где-то здесь внизу. Мне это напомнило эту песню, потому что здесь схожий контекст. Я думаю, он хорошо знает о мире. И он хорошо знает историю. И в нем сформировалась картина прошлого. Отсюда и боль, выворачивающая наизнанку. И злоба, и надежда. И этот вопрос, остался ли еще кто-либо, кто до сих пор помнит, что такое любовь, что такое ненависть. Вот о чем он спрашивает. Так, но мы же говорим о войне и мире. Причем тут любовь и ненависть. Но ведь это и есть предпосылки войны. И я думаю, здесь еще такой вопрос. Любовь и ненависть могут разжечь войну. Но начинают ее все-таки люди. А именно от международной и внешней политики зависит, будет ли война или будет мир. И вопрос в том, что будет с простыми людьми. Кто будет думать о невинных людях? Ведь в конце концов, больше всего пострадают как раз таки они. Простые мирные люди. Я не сказал что-то такое мудреное. Есть люди, которые намного умнее меня и могут сказать в разы лучше, чем я. Один из них прямо сейчас на экране. Делает это через песню. Я думаю, это пронизывающе больно слушать, о чем он поет. Особенно если посмотреть на то, что творится в мире сейчас. Что очень важно. Это исходит из глубин его души. Это представление. Эти движения. И он еще и бьет все эти ноты тютелька в тютельку. Что начинаешь забывать, что это не так просто сделать. Он падает на колени на сцене. И несмотря на это, берет все ноты максимально точно. Таким утонченным образом. И идеальным выбором гласных звуков. С невероятной динамикой. Зная, где прибавить, а где притормозить. Это же целый мастер-класс по вокальной технике. И будучи очарованным его физическим представлением, порой не замечаешь все эти вещи. Прекрасно. Вау. Теперь, тем более ясно, что это не просто имитация. Он пережил каждое спетое слово. Это было потрясающе. И то, как он рухнул на сцене после окончания песни, как бы подтверждает это. Подтверждает, что это реальные переживания, а не просто имитация. Это были его настоящие чувства. Полагаю, эта песня многое значит для него, потому что он еще и автор музыки. Поэтому это по-любому исходит из самого сердца. Это частичка его души. И он попытался донести ее до нас. Я думаю, у него это получилось. Сцена, камера, его голос и эта аранжировка. Это все он целиком и полностью. И его неподдельное желание сказать нам что-то важное. И попросить нас не быть равнодушными и безучастными. Вот такой вот Димаш, где бы вы ни были и что бы ни происходило вокруг вас. Я надеюсь, вы в безопасности. И у вас все будет хорошо. Особенно сейчас, когда в мире творится такая жуть. И мне больно об этом говорить. Я знаю, что у меня много подписчиков. Особенно с Украины. Просто знайте. Если вы оттуда и смотрите это видео, или если ваши близкие находятся там, я искренне молюсь и переживаю за вас.